Добрый день! Всем здравствуйте! Мы открываем встречу, посвященную памяти Валерии Викторовны Соколовой. Вы уже маленькие и не застали ее живой, но должны все знать ее имя, когда вы входите на второй этаж, висит в гимн «Радство техникам от РСБ Викторовны финансов». Это ее слова, кто на свете техникам есть, и внизу написано, что это автор слов Валерия Викторовна Соколова. Она у нас работала в библиотеке около десяти лет. Я ее, правда, знал еще в первой жизни, до того, как она стала поэтессой. Вот на самом деле это, откровенно говоря, как дар божий. Человек до пятидесяти лет не знал, что в нем лежат такие запасы. Вы посмотрите, это книги, которые она издала при жизни за, наверное, семь лет, семь-восемь лет, наверное, да? Вот то, что ей посчастливилось писать. И она пользуется сейчас огромным успехом среди любителей поэзии, среди любителей, по всей видимости, поэзии и философской. И она работала у нас в библиотеке последние, ну, лет десять, получается, так. И вы знаете, получается, как Илья Муромин, все знают о нем легенду, да? Что он сидел до 33 лет на печи, сил не было, ноги не ходили, и потом стал земли, коснулся, и земля дала ему силу. И он стал благодарен. Вот так и Валерия. Это прямо на самом деле, как какое-то мановение Божие, которое дал ей такой талант. Ну, я вот здесь говорил, не нашел, потому что у меня рукописная у нас не была, она очень умная женщина была, и философский склад ума у нее был. И мы начали обсуждать строку Пушкина, там есть стихотворение, найдите, оно небольшое, восемь строчек. Пора, мой друг, пора, покой и сердце просит, и где-то начало второй строки. На свете счастья нет, а есть покой и воля. Вот думайте, из 200 лет никто не может объяснить, что же имел в виду Пушкин. Что покой и воля заменяют все счастье, и больше нет. И она мне написала стихотворение большое. Я ему найду, принесу его, и все рукописный вариант. Там большое, наверное, две страницы, которые посвятила мне. Вот не знаю, есть здесь или нет. Поэтому я открываю наш вечер, не вечер, так день, встречу, посвященную ее памяти. Как вас представить тогда? Нина Борисовна, представьтесь, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Это друзья, которые вот сейчас собрали все ее творчество, сохранили. Вот это три книги посмертные выпишены. Вы видите здесь диски, тречи, песни. Не только любительские, но и профессиональные. Ребята, у нас тоже есть книги. Значит, представьтесь, давайте дальше. Мы представляем Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. На основе творчества поэта Валерии Соколовой мы сделали общественный проект. Еще в 2006 году мы его назвали проект «Дорога к храму». Почему так назвали? Потому что она духовно возродилась и свою поэзию, свои слова, свою любовь и свое творчество воплотила в духовных стихах, патриотических стихах, философских стихах. Поэзия очень многогранная. Сейчас вот на основе этого творчества создаются целые композиции, патриотические, духовные, философские, посвященные поэтам, посвященные учителям. Много очень разных вариантов. Мы, вот Валерия Викторовна, нет третий год. При этом будет три года, как она ушла. Но вот друзьями и вот тем проектом, который создан при ее жизни, нам хотелось бы, чтобы это творчество, эта сила мудрости и глубины ее поэзии не осталась забытой. И что ее творчество продолжало жизнь. И оно, вот на сей момент, оно продолжается. Оно продолжается в общении с молодежью, в общении в клубах патриотических. Клуб патриотической песни «Георгиевский крест» прекрасно использует и делает целые композиции. Написано порядка 20 песен на стихи Валерии Викторовны Соколовой. И они представляют даже на конкурсах вот эти программы. Сейчас у нас очень интересное получилось содружество с медико-биологическим лицем. Это нам очень дорого и мы очень рады этому, что творчество Валерии Соколовой начинает откликаться в общении и со студентами, и с учащимися. Учащиеся медико-биологического лицея Саратова сделали очень красивую композицию, сочетая стихи и песни, написанные на стихи Валерии Соколовой и поэтов Серебряного века. Человек и некоторые, знаете как, вот со стороны не знающих ее поэзию, далекие от этой поэзии, иногда удивляются. Ну надо же, сравнили поэзию Соколова с Серебряным веком. А потом пришли к нам в научную библиотеку на встречу на эту, и вы знаете, с замиранием сердца никто не хочет расходиться. Все такие окрыленные, и приглашайте еще. А когда у вас будут встречи, а почему вы не даете объявления? Ну вот, я рада, что получила приглашение вот от вас. Спасибо вот вашему заведующей библиотекой. И рада. Сегодня у нас уже вторая встреча. Сегодня мы были приглашены в Педагогический Саратовский колледж, и там было несколько групп, провели такую же встречу. Говорить много не буду, потому что есть что сказать и послушать в стихах, и в фильм-презентацию представить «Я душу протяну в ладонях». Эту фильм-презентацию подготовила заведующая библиотекой книжного колледжа и информационных технологий, заведующая библиотекой Шевченко Галина Васильевна. Будет у нас время. Позволите, покажем профессиональные песни в исполнении песни на стихе Валерии Соколовой филармонией, консерваторий и бардовскими солистами. Спасибо.